я вас приветствую дорогие друзья на связи команда mma bets и мы продолжаем обсуждать турнирчики ufc меня зовут андрей со мной как обычно рома привет ром да ребятки всем привет я готов к этому турниру да ребят хотелось бы отдельное спасибо сказать тем кто поддерживает проект кроме наших соответственно ссылочек то лично обращается кому мы как-то становимся полезными ребят большое вам спасибо вот егор недавно задонатил братишка тебе большое спасибо и ребята если кто-то захочет поддержать проект то ссылка на данный шиналерс будет в описании ну а здесь у нас как обычно турнир не такой прям чтоб уж интересный но парочка более-менее неплохих боев здесь все-таки присутствует дэви грант и адриан янес ну здесь такое довольно таки типичное противостояние молодости и опыта дэви грант это боец который неплохо себя проявлял на тафе и показывал хорошие поединки и в стойке и в партере и довольно таки неплохой это универсал он и сейчас может дать жару но к сожалению дали ему в соперники такого бойца как эдриан янес и я наверно могу его выделить как одного из лучших ударников на сегодняшний день в этой весовой категории да нельзя сказать что он сильно крупный боец сильно такой физически развитый но его точность его объемность какое количество ударов он набрасывает и самое главное с какой точностью доносит это определенно заслуживает уважения здесь у меня такой вопрос вот дэви грант он боец который духовитый который идет до конца но постоянно идет с раскрытым забралом вперед ромут вопрос такой эдриан янес будет набрасывать удары сколько дэви грант выдержит этих ударов или может быть он вообще апсет нет ты как думаешь знаешь апсет здесь возможно апсет возможно дэви грант это тот парень который не не тушуется не боится да его можно пробить он кстати ни разу нокаутирован не был но он много раз был потрясен он был в нокдаунах он в каждом бою падает просто и ну ему по кайфу ему нравится все нормально но как как у нас назвали я на сад мистер нокаут эти комментаторы view и все да как они его постоянно называют здесь ну как мне кажется так на бумаге все вырисовывается ну может какие-то подводные камни да я я что хотел отметить тут видишь нужно обязательно иметь ввиду прошлый бой адриана янеса с рэнди кост и да рэнди кост очень хороший боец в пределах одного раунда он действительно хороший скилловый но черт возьми адриан янес этот раунд разгромно проиграл в одну калитку ему просто расколотили все лицо просто в кровь и это как бы уже некоторые сомнения вызывает в вере в его так сказать перспективы некоторые потому что да он очень хороший когда атакует когда контратакую да он очень хорош он точный и конечно сложно с но вот вот он был с бойцом который сильно сильно давит который много кидает и оказалось что у него защита далеко не самая лучшая да то есть у него шикарная была защита в бою с виктором родригесом который не уровень не то что юси а не уровень даже аляска и все я уже сто раз говорил как я к этому промоушену отношусь и у него была хорошая защита с густаво лопесом который борец да а вот с рэнди кост и уже оказалось что там там большие сложности с обороной но он все равно показал свой характер да и он все это выдержал и он показал что у него карди очень хороший это тоже немаловажно ну соответственно бой он этот сумел за счет кардио все-таки выиграть и во втором раунде нокаутировал косту но вот они звоночки да вот и о чем я изначально говорил дэви грант это такой парень которого ну его надо прям желательно его удосрочить да то есть или удосрочить или или как-то прям переехать потому что перестрелять его сложно он все время прет на тебя он еще и к тому же борется довольно таки неплохо он вообще изначально я не помню к этому точно база у него но вообще он позиционировался как джитсер изначально и он очень на самом деле неплох в партере и вы можете помнить что собственно того же григория попова за счет партера выиграл тот же первый бой с марлоном веры периодически он тоже переводил он отличный партер таффи показывал да но в последнее время он совсем не тушуется стоять в стойке и он вырубил в стойке двух ударников которые тоже кстати такие знаешь ну поосторожничать любят мартин дэй джонатан мартинс это чистые ударники у них вообще партера нету и ладно бы он их в партере да затаскал нет он с ними зарубился да он упал в нокдаун с каждым из них но он просто вставал шел вперед закусывал капу и зарубался и в итоге вырубил каждого из них и с марлоном верой был кстати очень близкий бой где он забрал уверен первый раунд ну для веры это традиционный первый раунд проиграть это норма в общем знаешь грант далеко не такой простой соперник каким может показаться и кстати он сейчас тренируется в америке потому что до этого он не раз отмечал что у него была плохая подготовка вот к этим боям и с поповым там после простой и с дэем и с мартинезом него здесь была плохая подготовка у себя на родине у него там были травмы сейчас я смотрю за его инстаграмом он тренируется в сша готовится по моему по моему в синдикат и мм а если я не ошибаюсь нормальный зал хороший вот и соответственно вполне возможно у него еще подготовка чуть лучше будет и в целом видишь у него и партер присутствует может и побороться может закусив капу идти вперед и тяжело попасть да поэтому он очень непростой но опять же в данной ситуации я я понимаю почему здесь фаворитом идет адриан янис и я согласен что он должен идти фаворитом вы на него 138 грант за 315 учитывая что грант в последнее время не особо борется да ну я не знаю может быть их ему как-то не покайфует ему хочется в стойке порубиться и учитывая что вот именно он мало это применяет то в стойке наверное все таки получше я не сбудет и по точнее и учитывая что грант постоянно падает то конечно вырисовывается такая картинка да что я не где-то просто очень точно попадет прямо вот в челюсть но ему нужно попасть так чтобы грант после этого не стал потому что когда он встает после нокдаунов он обычно становится очень злым и жестоким да вот и поэтому ну наверное я не должен быть фаворитом но опять же брать вот если вы рассматриваете с точки зрения ставок как многие ребята да кто смотрит но благо не все есть такие ребята кто просто смотрит вот если вы рассматриваете с точки зрения ставок ну вам нужно 10 раз подумать брать ли адриана яниса в пресс за такой небольшой коэффициент потому что все-таки в прошлый Бой показал звоночки, он показал, что с давлением трудно ему справляться, да. Но, тем не менее, я здесь поболел бы за Адриана Яниза. Вообще, предварительно, без коэффициентов, скажем так, я бы здесь за него поболел. Ну, потому что, знаешь, уж очень он перспективно и технично выглядит. Уж очень технично, очень красиво попадает. Хочется за вот такую красоту поболеть. Хотя, безусловно, Дэви Грант красава, он мне тоже дико нравится. Ну, как может не импонировать парень, которого, знаешь, бьют, а он встает и выигрывает. Ну, само собой, это тоже очень такой прикольный чел. Ну, я здесь за Адриана Яниса. Ну, повторюсь, да, я считаю, что маловато на него все-таки кэфф. Знаешь, по поединку с Рэнди Костой, я бы хотел отметить то, что Коста в том поединке очень умело пользовался антропометрией. Он накидал просто огромное количество джебов в том поединке и за счет этого выглядел крайне убедительно. В целом, его работа с хайкиками, с джебами, вот именно вот эти длинные руки и ноги, которые он с довольно такой нестандартной стойкой применял. Я не знаю, стиль какой-то бешеной спагеттины. Кто видел этот бой, поймет, о чем я. Да, и это сработало. Но, тем не менее, Янос этот напор пережил. И во втором раунде, внеся определенные коррективы, начал уже сам доминировать в стойке. Я не скажу, что Коста там дико устал и потерял в работоспособности. Так что, по Яносу главный вопрос остается в том, насколько он готов переживать давление в принципе и вносить коррективы по ходу боя. В том поединке он это сделал. Здесь Дэвид Грант, я думаю, он не обладает такой яркой и необычной стойкой, как Коста. Но, тем не менее, он может доставить неприятности и это всегда нужно держать в уме. Но, в общем и целом, я с тобой согласен. Хочется здесь поболеть за Яноса. Потому что, теоретически, при хорошем тренере и хорошем зале, у этого парня перспективы очень богатые. Так, двигаемся дальше. Здесь у нас вновь более опытный такой боец из Таффа, тертый калач против перспективной девушки. Джон Калдервуд против Тайлы Сантос. Ну, здесь довольно интересный поединок с точки зрения техники. Потому что Джоан это бывший боец Муэй Тай, который отлично себя показывает в стойке. Да, может побороться, но определенно борьба не ее сильнейшая сторона. И Тайлы Сантос, которая в принципе довольно неплохо себя показывает в стойке, может побороться. Причем, бороться она умеет очень неплохо. Просто, в чистую уничтожим Джиллиан Робертсон. И тут опять же тот же самый вопрос у меня возникает. Джоан это опытный боец, который может тяжело попадать, может тяжело бить. И в принципе боец духовитый, который никогда не дает заднюю. Сможет ли Тайлы Сантос ее легко пройти? Или же бой будет ближе, чем мы думаем? Да, я думаю, что все-таки сможет пройти. Вообще, Джоан Калдеруд, кстати, тут поменяла фамилию. Зачем-то теперь она Джоан Вуд. И в Инстаграме, и в Тоположи, и вообще везде. Ну, наверное, потому что Вуд короче, чем Калдеруд. Наверное, знаешь, сложно выговаривать, когда много букв. Зачем это, для чего? В целом, да, она реально база муайта. Она в синдикате постоянно тренируется. И вот ее стиль, знаешь, это миллиард ударов. Это просто все время просто удар, 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 удар. Всем чем можно, и руками, и ногами. Именно поэтому в стойке с ней тяжеловато работать. Потому что даже когда она подустает, да, она все равно бросает. Ну, просто куча. Они вообще не акцентированы, они не тяжелые. Но она их в таких количествах выкидывает, что, ну, реально сложно ее перерабатывать. Но, тем не менее, что касается ее прошлых боев, я опять же, что хотел бы отметить. С Джессикой Ай мне не понравилось ее выступление от слова вообще. Она устала меньше, чем за один раунд. Просто меньше, чем за раунд. Что не так с кардио? Следующий бой у нас тут с Лорен Мерфи. По кардио чуть лучше. И, по сути, она этот бой даже выиграла. На мой взгляд, да, на мой взгляд. Судя там, несправедливо немножко вынесли решение. Но, так или иначе, бой был супер близкий. Она именно в стойке, опять же, смотрелась лучше за счет своих там куч ударов. Но были проблемы с партером, да. Ее переводила Мерфи, ее Мерфи контролировала. И, соответственно, сейчас здесь Таила Сантос. Кстати, Таила Сантос выходит на коротком уведомлении. Нужно это понимать. Здесь Джоан Калдру должна была биться с другой спортсменкой, да. Вот. И сейчас с Таилой Сантос, что она будет делать? Учитывая, что она довольно сильно подустает. А у Таила как раз таки кардио прекрасная. И учитывая, что ее можно переводить. И переводит ее тоже. Ну, переводить ее можно, короче. Там защита, конечно, есть. Но, тем не менее, она не супер хорошая. А у Таила Сантос, что она показывает? Она очень сильный прогресс. Как мне показалось, это просто шикарный прогресс. Я был очень удивлен, когда она просто отваляла в одну калитку Джиллиан Робертсон. Она вообще не боялась ее бороть. Что-то там пыталась какие-то сабы Джиллиан снизу, да, крутить. Причем Джиллиан, даже были пару моментов, где она сверху оказывала, стояла легчайше. Выходила из всех сабов. Она ее свипала. Это просто, знаешь, как будто два сильно разных уровня. Хотя, ну, вот конкретно партер у Джиллиан довольно-таки неплохой на самом деле. Вот. И в крайнем бою с Роксан Мадафри это просто доминация в одну калитку от Таила Сантос. Она ее и в нокдауны там подправляла. Она вообще не боялась к ней в партер идти. Она еще переводила, борола. Ну, то есть, здесь реально выглядит очень интересным. Вот этот вот проспект в женском дивизионе. 125 фунтов. Очень интересно она сейчас смотрится. Я не знаю даже, какие здесь можно слабые стороны выделить. Потому что она показывает очень отточенную техничную ударную технику. Она, значит, не просто идет и кидает миллиард ударов. Она старается это сделать точно к месту таймингового. И, ну, это реально хорошо, это технично выглядит. И, соответственно, очень неплохо борется. И не устает, как мне кажется. И, соответственно, что здесь Джоан Калдерут с ней будет делать, я не знаю. То есть, шанс в чем? Может быть, как-то количеством перестрелять? Возможно. Но она в любом случае, мы же понимаем, что все-таки Джоан, она намного опытнее. Она в UFC-то уже тысячу лет выступает и с топовыми спортсменками билась. И буквально, да, там, с год назад она была в минуте от претендентства. Это как бы, ну, какой-никакой уровень. Но я думаю, что здесь, конечно, для Таила Сантос довольно хороший бой. Как раз-таки пройти вот этот вот номер рейтинга, который выше нее, поизвестнее, да, чем она. И, соответственно, самой же заявлять о своих претендентских правах. Здесь у нас следующие коэффициенты. Фаворитом идет, конечно же, Таила Сантос. Конечно же. И это очень предсказуемо, да, за 1,33. Джоан Калдерут за 3,45. И я не знаю причины, по которой эти коэффи должны быть более близки. Или вообще наоборот, я такой причины не знаю. Видел я такое мнение сегодня там в Твиттере, да, смотрел новости. И там ребята с Запада пишут, черт возьми, почему такой огромный коэфф на Джоан Калдерут? Не знаю. По-моему, здесь все очень и очень понятно, почему. В общем, Андрюх, я здесь согласен с букмекерами полностью. Я считаю, что здесь фаворитом является Таила Сантос. Она является более разносторонней, выносливой спортсменкой. Более молодой, так сказать. Ну, в том плане, что, знаешь, более голодной, да. Но она и в прямом смысле более молодая. Я думаю, что она здесь, скорее всего, выиграет. Да, в принципе, тут вообще особо нечего добавить по ходу поединка. Я думаю, то, что ты все правильно сказал. Единственное, хочется сделать такое, скажем, ответвление от этого боя, ну, от технической его части, и обратиться к тем, кто решит на него поставить, если таковые люди будут. Обратите внимание, в какой букмекерской конторе вы ставите. Если она относится к категории релакс-букмекера, это не профессиональная контора, то следите за фамилией Джоан. Если она сейчас заявила себя как Джоан Вуд, обязательно следите за этим, чтобы она именно так была там записана. Потому что в противном случае вам могут ставку просто вернуть, на кого бы из них не поставили. Так что обязательно следите за этим. Так, и следующий поединок довольно-таки интересный. И для меня, с точки зрения стилей, это одно из самых интересных представлений в этом турнире. Хотя оно наверняка не будет каким-то явно зрелищным, но просто интересно, как оно все-таки будет протекать. Раньяяя – это боец, который обладает просто, наверное, одним из самых непонятных стилей, но, тем не менее, у нас такие бои тоже засчитываются как доминирующие, как победа, когда вот такой вот парень всеми силами пытается весь бой провести тебе тейкдаун, повисает на тебе возле сетки, и таким образом весь ваш поединок и проходит. Но иногда у него получается все-таки поединок перевести в партер, и там он показывает всю красоту своего джиу-джитсу, которая там, я не помню, второй или третий дан черного пояса. Но в остальном это довольно-таки предсказуемый боец, который 100% понятно, что будет делать. И противостоять ему будет вот такой вот парень, как Кунг Хо Канг. Это боец с просто огромными габаритами для этой весовой категории. У него и рост, и размах рук, и в целом антропометрия, и мышечная масса. Вполне соответствует бойцу весовой категории 65 кг, так уж точно. Ну, явно не поменьше Ортеги будет. И здесь вот мне просто интересно, как Яя будет физически с ним справляться. Да, у Канга есть минус, это его кардио, и с течением поединка, скорее всего, он будет проседать. Но он силен, у него отличная стойка, он тяжело бьет и может бороться. Напомню, база у него все-таки в борьбе. Вот, Ром, подскажи, пожалуйста, может ли Яя сыграть на кардио, потому что он довольно-таки выносливый, и просто виснуть на Канге, как он это обычно и делает. Что ты думаешь? Да, я думаю, ну, пытаться он точно будет это делать, потому что, ну, вот такой вот у него стиль. Как-то вот, ты реально очень верно заметил. Вспомните его бой совсем недавно, да, ну, как недавно, уже почти два года прошло, да, с Энрике Барзолой просто вот эта ничья, потому что они просто три раунда завязывались в узел, да. В одних моментах там Барзола был сверху, Яя висит, вроде что-то накрутить пытается. В других моментах наоборот, да, и совершенно непонятно, кому все это дело отдавать. Судьи в итоге так и не поняли. В общем, конечно, он крайне неудобный, ну, прям очень неудобный со своим джиу-джитсу боец. Ну, все равно, тоже 36 лет ему уже, и, ну, вы просто вдумайтесь, да, сколько у него боев за плечами, просто вдумайтесь. Это, это очень, конечно, серьезная цифра, он в UFC 500 тысяч лет выступает, и до этого он в организации WC, да, выступал. Ну, тут, конечно, опыт, опыт очень и очень серьезный у него. И, соответственно, именно по последним боям, ну, делает он то, что и делает, собственно, обычно, да. Пытается перевести, сделать сабмишн с Барзолой не получилось. Рэй Родригеса, ну, опять же, Родригес, ну, это, мягко говоря, очень слабый боец, мягко говоря. Вот, и, соответственно, да, Родригес он кое-как сабнул во втором, хотя тоже вопросы, почему не в первом, у меня к нему есть. И, соответственно, с Рикки Симоном, кстати, достойный был бой, на самом деле, с Рикки Симоном, но все равно это было более двух лет назад. И я вот этот момент отмечал, что по факту у Раньяя даже ни одной победы нокаутом-то, по-моему, нет в карьере. Да, нету ни одной, но, но он Рикки Симона-то потрясал, он его ох как потрясал, это прям было заметно, и я думаю, об этом могли уже забыть многие. Хоть он и проиграл этот бой. Рикки Симон его запереводил. Да, он его не законтролировал, но он ему там просто кучу переводов сделал. Там переводил, вставал, переводил, вставал. Но в стойке Раньяя смотрелся очень даже местами неплохо, и там были действительно жесткие попадания. Так что, казалось бы, вот парень, который только сабать умеет, а на самом деле, все-таки, некоторые козыри в рукаве, да, у него есть. Но это не мудрено, но реально, человек уже возрастной, там, тысячу лет бьется, тренируется. Понятное дело, что бить он все равно умеет, да, хоть это не его самая сильная сторона. Вот, что касается Канга Хукана, к нему тоже вопросы есть довольно-таки серьезные. И это вопросы по его кардио. И из-за этого он супер пассивен в боях. Он просто, это невозможно смотреть мне. Мне вот реально, я смотрю его третьи раунды в боях с Пингуаном Ли, с Брэндоном Дэвисом. Я просто думаю, да когда уже уволят вот этого вот человека. Он, понимаешь, он настолько неактивен в парте. Он переводит и просто лежит, он даже не бьет. Он просто лежит, контролирует, потому что он устал, у него нету сил. И он просто экономит, да, по максимуму. И вы просто посмотрите, с Брэндоном Дэвисом сплит с Пингуаном Ли. И сплит. А казалось бы, вот если вы бой включите, то у Брэндона Дэвисом залежал по большому счету Пингуаном Ли. Он на нем вообще три раунда лежал. Просто три раунда, а там сплит рисует. А почему так? Да потому что Пингуан Ли снизу что-то накидывает, а этот сверху вообще ни одного удара. Просто отдыхает, чилит, да. И соответственно отсюда сплиты. Потому что судья смотрит, да, да, боец контролирует. Но он что делает? Он какой урон наносит? Снизу тот хоть что-то пытается, да. Вот. Что касается крепости его челюсти, да. И Шихара его, по-моему, в нокдаун отправлял, если я не ошибаюсь. Его самого можно перевести. Переводили его. Гуидо Канетти его переводил. Переводил его, кстати, Брэндон Дэвис даже перевел. Хотя Дэвис вообще ударник по базе и боец. Ну, такой себе, да. Вот. Так что по Кангу, конечно, тоже вопросы есть. Но опять же, я так, знаешь, его расписал, что он там совсем не очень. Но в целом он, конечно, тоже боец довольно умелый. Он в основном бороться старается, да. Как я это уже сказал. У него большая часть побед с сабами. Ну, понятное дело, что Яю вряд ли он сабнет. Но он способен переводить, контролировать и лежать, да. И защищаться, соответственно. Вот. Сам он сабмишином проигрывал. По-моему, один раз в карьере, когда-то давно. Я думаю, что, наверное, он будет чуть получше в стойке. Но он, скорее всего, будет, как и всегда, пытаться бороться. Я говорю про Хо Канга. И Яя будет, скорее всего, пытаться бороться. Кто из них кого завалит, я не знаю. Возможно, и Канг Яю переведет тоже. Но, опять же, на что там способен Яя тоже вопрос. Потому что, ну, все-таки он возрастной боец. Хоть и немногим Канг моложе, но он не такой изношенный. И выглядит все-таки не дедом, в отличие от Яи. Ну, а кэфы мы видим здесь совершенно близкие. И здесь можно притопить за кого угодно. Вот реально. Ранья 1.94. Кюнхо Канг 1.93. Как я и сказал, мне видится в стойке лучше корейский спортсмен. А спортсмен в партере я не знаю, кто лучше. Может быть, у корейца и переводы будут получаться. Ну, а если будут получаться, то будьте уверены, ничего он там делать не будет. Он будет просто валяться. Он будет просто отдыхать. Ну, а что касается Раньяя. Знаешь, его можно переводить. Его переводили и переводили не один раз. И очень-очень многие бойцы. Поэтому, если он снизу, если вдруг его переведут, и он снизу там ничего не придумает, то вполне возможно здесь будет очередная залежка абсолютно неинтересная, абсолютно унылая. Вы будете смотреть, и вас будет тошнить. Вы будете умолять, чтобы это скорее закончилось, да. Но это не закончится. Вот такие вот примерно у меня прогнозы. Если отдавать кому-то предпочтение, как ни крути, а по таким кэфам я бы Кангу отдал. Просто мне видится, что он все-таки здесь чуть поинтереснее. И, кстати, перед прошлым боем, он был на июль у них назначен, 4 месяца назад, кэфы были другие. Тогда Канг шел за 1,7, что-то в этом районе. И мне тогда показалось, что это по делу. Ну, мне и сейчас кажется, что он небольшим фаворитом должен быть. А по равным я, пожалуй, за Канга поболею. Ну, Андрюх, я думаю, ты сам понимаешь, что здесь очень даже не точно. И вот такие стили бойцов, когда сочетаются, там какой-нибудь, если саба не будет, там какой-нибудь сплит нарисуется, что черт его угадает, кому это все отойдет. Ну, поболею здесь за Канга. Да, действительно, это сложно угадаемый бой с точки зрения решения, потому что, глядя на одного и на второго, как они ведут поединки, это вот все создает вот просто максимальный концентрат для того, чтобы для судей, которые и так оставляют желать лучшего, ситуация складывалась максимально неясной. Но я хотел бы по поводу Канга сделать некоторую ремарку. Канга-то боец, который сейчас отчетливо осознает, что у него есть проблемы с кардио и пытается делать все для того, чтобы дотянуть до решения и забрать победу. Но на самом деле у него есть прекрасные навыки и в партере, и в стойке. Вспомнить только его бой с Мичинори Танакой, где они просто закатили там непонятное количество просто невообразимой ролла в партере, там обменивались ударами. Он все может это делать, но с точки зрения победы в своих поединках, да, можно как Эндрю Санчес показывать, что ты классный пацан, бороться, все нормально, стоять два раунда, а потом в третьем получать в табло и проигрывать. Или как Чендлер, который показал шоу, и все у него хорошо было, ну кроме как не выиграл бой. Да, с этой точки зрения, да. Канг все делает правильно. Я надеюсь, что у него получится аккуратно вести этот поединок, или же где-то навязать свою борьбу и досрочно выиграть. Но да, здесь я с тобой согласен, он выглядит лично для меня более интересным бойцом здесь, в этом поединке. Ну да, вот такие вот у нас здесь мнения по боям. Я хочу отметить, да, что это наши с тобой субъективные мнения. Мы как бы никому не навязываем, наистину не претендуем. И, ребята, если вы с этим не согласны, напишите в комментариях конкретно, что вы думаете по боям. Да и, в принципе, любые ваши мысли в комментариях отписывайте, потому что мы все это дело читаем, да, отвечаем. И это все интересно, и, естественно, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Обязательно бейте, так сказать, в колокольчик, мы выпускаем видосы, да, чтобы ничего не пропустить. И, конечно же, разбор всех остальных поединков где? У нас в бойцовском клубе диванных аналитиков. Что бы вы думали, я уже записал разбор всех прелимов и уже выложил. Поэтому, кому интересно, туда переходим в Элком. Да, ребят, ссылочка будет в описании, закрепленном комментарии. Там весь просто спектр всего, что вы можете найти, связанного с нашим проектом. И ВКонтактик, и Телеграмчик, и все остальное, и статистику. Проходите, ознакомливайтесь, все для вашего образовательного процесса. Никуда не уходим, ребят. У нас сейчас еще впереди два основных боя, так что все остаемся на месте. И впереди все самое интересное. Спасибо.